Вот такие объявления появились на подъездной двери дома номер 74 по улице Нормандия Неман с призывом воспрепятствовать проведению строительных работ близ их дома. Позглавил группу недовольных Григорий Волынов, который представился неким секретарем общественного собрания. Он не согласен с тем, что на земельном участке этого дома производятся работы по подключению канализационной сети. Ни один житель многоквартирного дома своего согласия на строительство не давал. И по их мнению никаких работ не должно проводиться. Но я не могу, например, построить беседку там в углу, не соглашуя с собственниками. Водоканал еще в 2010 году подписал проект о подключении к муниципальной канализационной сети. Но к работам частый предприниматель приступить не мог. Житель многоэтажки против. У Некрасова, либо у лиц, для которых прокладываются канализационные сети, не имеется права использовать земельный участок многоквартирного дома номер 74 по улице Нормания-Нема. Были и суды, но решение все равно в пользу участников. Они вправе жить с удобствами и могут подключиться к канализации, которая проложена возле многоэтажки. Ведь каждый имеет право подключиться к муниципальной канализационной сети. На дорогу нельзя выливать. Я уже не могу носить воду-то. У меня 70 лет. И они не дают. Я что, не заработал трубы эту? Что я к нему в квартиру, что ли, или квартиру? Ну и вот это вообще ужас какой-то. Сам препятствий в подключении к канализационной сети к домам номер 66 и 70 по улице Нормандии-Неман, город Орла. Дворовая канализация сети дома номер 74 по улице Нормандии-Неман, города Орла. И обязать допустить ИП Некрасова, Валентина Дмитриевича, дворовая канализация сети дома номер 74. Ну а чтобы не препятствовали проведению работ, судебные приставы добрыми и пушистыми не будут. Если что, они и к дереву привяжут. Григорий Волынов такого разворота событий не ожидал. Мы подпишемся, все соседи. Он оцарапал руки, падая в яму под ковши экскаватора. Он больной, у него глаза не у меня. Наркоман, у него на алкоголе. Он люк, прыгнул. А завтра он мне придет, дом подожжет. В результате участников наконец-то появятся все удобства. Правда, пришлось пройти через суды. А ведь этого могло и не быть, если бы люди уважали друг друга и шли на компромиссы. Ведь закон один для всех. Алина Чабан и Игорь Олейников для программы Оперативный эфир.